МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале губерния 33 программа безопасность. Обзор самых заметных происшествий и чрезвычайных ситуаций, которые произошли во Владимирской области за неделю. В студии Борис Пучков. Здравствуйте. От Владивостока до Калининграда Россию накрыла волна телефонного терроризма. Сообщения о минировании мест массового пребывания людей шли один за другим. Первые звонки прозвучали 11 сентября в Уфе, затем в Ставрополе и Иркутске, наконец в Москве и Санкт-Петербурге. А 20 сентября волна телефонного терроризма докатилась и до Владимира. В этот день в полицию и Росгвардию поступили сообщения о минировании почти двух десятков городских объектов. Экстренно эвакуировать пришлось работников областной и городской администраций, управления образованием студентов в ЛГУ. Ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах прокомментировали в Росгвардии. На одном из объектов угроза заминирования не подтвердилась. Экипажи группы задержания осуществляют охрану общественного порядка в местах, где проводится эвакуация. Инженерно-техническое отделение ОМОНа находится в режиме готовности по месту постоянной дислокации. Это просто звонки поступают об угрозе взрыва на местах с массовым пребыванием людей. Наши сотрудники, в том числе и сотрудники ОМОНа, сотрудники Росгвардии, они не переведены в какой-то режим повышенной готовности. Все находится в штатной работе. До сих пор точно неизвестно, кто стоит за этими звонками. По одной из версий, произошедшая не что иное, как целенаправленная атака хакеров. Приверженцы этой идеи считают, что звонки – дело рук некой неправительственной организации кибервойска Украины. Другие утверждают, что телефонные атаки на российские города – всего лишь часть неофициальных масштабных учений по всей России. Так или иначе, но недавно полиция оценила ущерб, нанесенный телефонными террористами в масштабах страны. На эвакуацию было потрачено около 300 миллионов рублей. Причем в эту сумму не включена упущенная выгода бизнеса из-за действий телефонных террористов, поскольку эвакуировать людей пришлось в том числе и из торговых центров. 47 туристов из Владимира застряли за границей и не могут вернуться домой. Отдых владимирцев омрачился из-за фатальных проблем одного из авиаперевозчиков. Речь идет о таком крупном игроке, как Вимавиа. В сообщении Росавиации говорится, что компания прекращает чартерные перевозки и вывоз пассажиров из курортов из-за отсутствия денег. Сообщение прозвучало, как гром среди ясного неба. Среди ставших вдруг никому не нужными 40 тысяч туристов оказались и жители Владимирской области. Почему это произошло и куда делись деньги россиян? Выяснением всех обстоятельств занимается теперь Следственный комитет. По вине авиаперевозчика Вимавиа около 50 жителей Владимирской области не могут вернуться домой из-за границы. 26 сентября компания объявила о прекращении чартерных рейсов из-за отсутствия средств. На следующий день для вывоза пассажиров авиаперевозчик запросил госгарантии на сумму до 800 миллионов рублей. 28 сентября стало известно, что гендиректор Вимавиа Александр Кочнев и главный бухгалтер компании Екатерина Пантелеева задержаны сотрудниками Главного управления по расследованию особо важных дел Следкома России. Их подозревают в хищении денежных средств пассажиров. В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров Следственным комитетом задержан генеральный директор компании Вимавиа Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсикаевы поспешно покинули страну и, по имеющейся у следствия информации, находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денежных средств и обстоятельств преступления. Согласно официальной версии ведомства, Вимавиа продолжала продавать билеты, понимая, что не сможет привезти пассажиров. Долги компании перед аэропортами и поставщиками топлива превысили миллиард рублей. Представитель Комитета по туризму Владимирской области Александра Ротман отметила, что часть пассажиров уже направлена в другие авиакомпании, и комитет делает все возможное, чтобы вернуть туристов домой. Ситуация также находится на контроле областного МЧС. Сотрудники ведомства взаимодействуют с департаментом по туризму, который предоставляет всю необходимую информацию о пассажирах из нашего региона. Осень – самое подходящее время года для сбора грибов. И с каждым годом число любителей тихой охоты только увеличивается. Однако есть у этого хобби и обратная сторона. К сожалению, очень часто спасателям приходится искать заблудившихся грибников. Иногда такие истории заканчиваются трагически. Чтобы этого не происходило, в МЧС рассказали, как правильно себя вести в лесу. Во-первых, знать лес. Нежелательно не ходить в незнакомый лес, либо ходить с тем человеком, который знает его. Надо с собой взять либо спички, либо зажигалку, чтобы возможно было развести огонь и согреться в ночное время. И также огонь отпугивает животных и зверей, которые находятся в этом лесу. С собой взять бутылочку воды небольшой, какие-то продукты, естественные скороподчицы, какие-то печеньи, которые можно будет сесть, перекусить. Взять какой-то плащ, чтобы укрыться от дождя, потому что погода может измениться в любое время. Если вы понимаете, что вы заблудились, во-первых, не надо паниковать. Не надо паниковать, а надо прислушиваться к лесу. У нас недостаточно такие густые леса. Все равно где-то проходит либо железная дорога, либо большая какая-то автомагистраль. А прислушиваться и выходить уже на звуки этих транспортных средств. Обязательно в порядке надо с собой выбирать мобильные телефоны. Увы, люди в возрасте не берут с собой почему-то сотовые телефоны по какой-то причине, хотя это возможность выйти на спасателей и объяснить хотя бы примерно, в какую сторону они направлялись, чтобы нас сориентировать. Это облегчает наши задачи по поиску. А еще привлечь внимание человека можно при помощи дыма. Спасатели также настоятельно рекомендуют перед походом в лес рассказать родственникам о предполагаемом месте грибной охоты. Кстати, чаще всего теряются пожилые люди, отмечают в МЧС. Только в этом году сотрудники тревожного ведомства из лесного плена спасли 29 человек. Чаще всего грибники теряются в Меленковском и Гусь-Хрустальном районах. Люди в возрасте, они больше теряются. У нас есть статистика и 33-го года, и 54-го года, и 44-го года. В такие годы основная болезнь в том, что они зачастую не берут с собой сотовые телефоны. И об этом мы узнаем уже в ночь, вечером, когда они не приходят дома. Родственники все-таки надеются, что они в течение дня приходят. И зачастую работа уже начинается под ночь. Выявляются эти факты, что затрудняет. Обязательно надо выяснять, когда человек приходит. Например, в основном за грибами ходят утром. Если там к 11 не пришел, то уже надо звонить спасателям и поднимать людей, и в дневное время использовать для поиска. Ну, самые у нас это Меленковские. Буквально вот недавно нашли грибников, две женщины. Увы, они погибли и Гусевские, и Леса. Гусевская районная. А так, принципы статистики у нас теряются везде. К другим новостям. Владимирский областной суд вынес приговор банде черных риэлторов. В течение четырех лет преступники наводили ужас на жителей Мурома. Отбирали жилье у доверчивых одиноких людей, а строптивых убивали. На троих, Наталья и Сергей Шмелева, а также их подельник Михаил Большаков, получили 60 лет лишения свободы. Подробнее Максим Палагин. Смертный приговор. Так прокомментировало решение Владимирского областного суда Наталья Шмелева, организатор банды черных риэлторов, которые на протяжении четырех лет творили беспредел в Муроме. По версии следствия, в период с 2009 по 2013 годы преступники оставили семерых жителей Мурома без жилья, от продажи которого выручили около трех миллионов рублей. Также в 2010 году они совершили два убийства. Наталью Шмелеву, а также ее подельников Михаила Большакова и Сергея Шмелева суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признал виновными в мошенничестве, вымогательстве и убийстве. Владимирский областной суд согласился с позицией государственного обвинения о том, что исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества на длительный срок. И приговорил Шмелеву к 19 годам лишения свободы, Шмелева к 22 годам лишения свободы, Большакова к 19 годам лишения свободы. При этом каждому из них назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Таким образом, следующие два десятка лет Наталья Шмелева проведет в колонии общего режима, а Сергей Шмелев и Михаил Большаков будут отбывать наказание в колонии строгого режима. В ходе совместной операции МАК-2017 полицейскими и сотрудниками ОНК в районе деревни Финеева Киржаческого района было обнаружено поле дикорастущей конопли площадью 30 гектаров. Для того, чтобы собрать этот урожай, силовикам понадобилась помощь МЧС и сотрудников общественной организации «Антидилер». Коноплю выкашивали тремя тракторами, а потом сжигали в течение недели. Собственникам данных земельных участков ОМВД России по Киржаческому району Владимирской области вынесено предписание об уничтожении наркосодержащих растений в 10-дневный срок со дня получения предписания. В связи с тем, что только одним владельцем, которому принадлежит 1,5 указанного земельного участка, было исполнено предписание сотрудниками 10-го отдела ГУНК МВД России совместно с УНК ОМВД России по Владимирской области и Всероссийской общественной организацией «Антидилер» с привлечением сил МЧС при использовании сельскохозяйственной техники были собраны и уничтожены путем сжигания в специально отведенном месте более двух тонн дикорастущей конопли. Вместе с тем, с учетом больших объемов, подлежащих уничтожению, указанное мероприятие было продолжено в течение последующих пяти дней. Всего в ходе проведения указанного оперативно-профилактического мероприятия было уничтожено около 10 тонн дикорастущей конопли. На сегодня это все новости. Следующий ЧП-обзор смотрите через неделю. До встречи на телеканале «Губерния-33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова